привет всем дорогие подписчики и гости моего канала следующий решил снять ролик такая проблемка у меня появилась в общем меня по всей квартире разведена проводка под светодиодную подсветку 12 вольтовый один блок питания стоит мощный 350 ватт на 12 вольт в щитке и от него уже провод мощный кинуть через всю квартиру и идут отводы в каждую комнату там на стоят контроллеры которые управляют этой самой подсветкой так вот дело в том что когда все контроллеры подключены блоку питания я включались и 20 вольт питания подавим на блок питания он начинает срабатывать защиту него то есть момент включения блока питания в контроллер происходит сброс и вспыхивают все светодиоды все светодиодные ленты во всей квартире блок питания срабатывать защиты захлапывается он опять пытается запуститься и в общем такие вспышки происходят я решил собрать схему задержки для парочки контроллеров светодиодных поставлю в зал и в спальню там самое большое количество светодиодных лент потребления эта схема задержки то есть получается блок питания запустился нормально уже стала работать и только потом уже через там 35 секунд срабатывает релюшка и подает напряжение дальше питания уже на сами контроллер вот это накидал схемку буквально кумекал минутку первое что пришло в голову в общем уже спаял не стал заморачиваться какие платы не стал делать поверхностный монтаж в общем такие проблемы возникли в процессе сборки ставил 815 транзисторы помощнее почему-то с ними не получалось у меня работы этой схемы транзистор не открывался поставил 315 кт как бы первая схема заработала сразу собрал вторую схему опять проблема транзистор не открывается поменял его на другой заработала все то есть опять же резисторы сейчас поставил на 100 килоом и здесь 1000 микрофарад здесь 470 микрофарад ездит опять секунд задержка получается здесь три секунды опять же вот больше 100 килоом ставлю там 110 120 тоже перестает срабатывать не знаю от чего это зависит может транзисторы какие-то не очень хорошие ну в общем две схемы собраны сейчас попробую подцепить посмотрим что получится кстати контроллер вот тут у меня на кухне над холодильником нишек и он стоит один контроллер эта стена просто она идет за стеной меня находится зал этот контроллер относится к ленте который сзади подсвечивает потолок трехцветная светодиодная лента стоит потом вот еще один контроллер идет это вот подсветка кухни то есть у меня под всеми шкафчиками тоже светодиодная лента идет таким вот пультиком управляется в коллокол и яркость свечения все поставился контроллер в таких местах доступных чтобы можно было что-то починить вот сам щиток у меня вот видите вот питание стоит но автомат отдельно сейчас я учу его жалко светодиоды не видно вот сейчас он должен по идее подать напряжение на все мои контроллер вот что происходит знаю видно или нет вот светодиодная лента начинает моргать просто белая подсветка идет здесь вот такой вот стоит контроллер то есть можно вручную регулировать яркость и еще к нему есть пультик кстати пультик из спальни пультик из зала все сейчас попробую воткнуть эти штуки дальше включу покажу что оно получилось поставил я на трехцветный контроллер задержки сейчас пойду покажу что спальню 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 не знаю даже близнец принципе коробка большая сейчас попробую то все запихать то есть вот пришло питание но мы могут задержки с него уже провода дальше пошли на контроллер управления сейчас выключусь закрою все влезло закрылась и хорошо пойдем включать домом бардак извините пожалуйста кстати проводка и все и щиток разводку и все сами интересно задавайте вопросы момент истины настал включили на питание пошли смотреть что у нас происходит сейчас алис подожди маленько пока нет ничего модуль задержки не включился зеленая лампочка не горит смотрим зале вот разобрался мои дорогие друзья чем проблема похоже блок питания у меня подыхает скорее всего просто выходные емкости подсохли без нагрузки он не хочет запускаться начинает просто моргать все у меня в ванной тоже от него записано подсветка зеркала без всяких контроллеров через выключатель когда я его включаю подсветку зеркала потом запускаю блок питания все он запускается нормально мои отрабатывают модули задержки все работает отлично без нагрузки просто при включении без всякой нагрузки он почему-то не запускается начинает моргать то есть защита срабатывает как-то непонятной ситуации может быть дойдут руки когда-нибудь залезу него поменяю емкости выходные просто как-то лень он меня три года просто вообще не выключаясь работал как вот я ремонт сделал запихала вот туда у меня три года тарабанил потом что электричество выключили и включили далее электричество я заметил что подсветка моргает я с тех пор и выключил как бы все руки не доходили но сейчас сейчас разобрался наконец-то сейчас смотрите выключаемся слышно как щелкнули релюшки сейчас я включаю включаю ванны подсветка так вот видите ванны подсветочка это сейчас должно все работать получается получается вот видите все подсветка включается выключается пойдем в зале попробуем вот зале все работает отлично на кухне все горит отлично получается сейчас выключим блок питания пойдем выключим принудитель нагрузку так сказать отключили коридор длинущик пока дойдешь от одного конца до другого устанешь все включаю работает по крайней мере не знаю может он нажил под нагрузкой маленько поработал нагрелся ну в общем как-то так заработал у меня будем надеяться что еще какое-то время был питание прослужит все большое спасибо в общем модули задержки работают дело было блоки питания надо менять емкости он еще будет года три работы без проблем все пока пока пойду покажу вам еще раз съемку после дачи вот у нас щенка так что был рад помочь кому надо было ссылка будет в описании светодиодные ленты на контроллер которыми я пользуюсь уже больше двух лет так что и работают и еще будут работать столько же все все пока